Мы желаем этого, наша церковь желает этого. Славик и Оля Луцик. Здесь они есть? Здесь нет. Они пожертвовали нам рамор и оказали нам большую помощь. Мы приготовили для них благодарственное письмо. Мы благодарны Краснодемским, Саше и Валентин. Саше и Валентин, они оказали нам большую помощь. Их сейчас пока нет. Есть Golden State, Mitsubishi and Suzuki, пожертвовали для церкви. И здесь есть представитель, нет? Прошу вас, представитель этой фирмы. Тоже нет. Хорошо, но мы приглашали их, мы их посетим и скажем им доброе слово. Приходько Джон. Есть такой приходько, чисто американское имя, с украинским именем Джон. Где наш Иван Приходько? Тоже нема Ивана. Ну, придай, придай, он хороший брат. Демин Владимир. Демин Владимир. Есть такой? Или засиснялись уже совсем? Кравчук Анатолий и Кравчук Андрей. Два Кравчуки, земляки наши. Где они есть? Пожалуйста, мы им благодарны. Да благословитый Господь, они оказали нам большую помощь. Мы благодарны друзьями из Рочестера. Андрей и Света Сушко, Анатолий и Люба Сушко, Сергей и Лена Челей, которые отозвались на нашу просьбу. И они были очень любезны и оказали нам свою поддержку. Я сейчас хочу, чтобы мы поблагодарили этих людей молитвенно, чтобы мы поддержали их и благословили их. Хорошо? Это короткая молитва благословения за этих людей, которых я назвал. Отец наш небесный, благодарность тебе, благодарность за твою доброту к нам, что ты учишь и воспитываешь нас. И ты воспитал много своих детей, которые имеют милость и милосердие, которые оказывают свою милость и милосердие тем, которые просят у них и нуждаются. Воздай им благословение этим нашим друзьям, твоим детям, Господь. Пусть они всегда видят благословение в своей жизни и помощь во всех путях своих. Мы их благословляем и просим о твоем благословении для них. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Кого мы не назвали, кого не назвали, да благословит всех вас Господь. Я прошу присесть и слово брату Александру Александровичу Шепченко. Прошу вас, уважаемые братья. Да благословит вас Господь. И молитву благословит вас. Слава Господу, братья и сестры, друзья. Я рад быть на этом торжестве. И мы тоже очень поздравлять, радоваться вместе с вами, что Господь вас благословляет. Вы имеете теперь отличный уют в этом здании, где дело Божие должно расти. Мы даже хотели, может быть, хором спеть вам happy birthday, трехлетие. Но время все занимает. Поздравляем мы вас с днем рождения. Церкви растут. Конечно, в Сакраменто церкви растут, как грибы. И при том, после дождя. Мы приглашаем в Сан-Франциско. Мы одна церковь. Там, где престол сатаны. И там есть много работы. Там есть много русских евреев. Много неспасенных душ. Подумайте, братья, в Сакраменто открыть церковь, только не делить нас. Новую церковь, новую работу, новый труд. Много-много есть неспасенных. И мы готовы поддерживать. Мы евангелизируем, выходим в парк, на улицу, где Бог дает возможность, чтобы нести весь евангельский. Для этой цели Господь нас спас. И хочу, чтобы и вы здесь сохраняли, как Ефеси нам написано, 4 глава, вы сохраняли единство Духа в союзе мира, жили, трудились во славу Божью. И Тимофею сказано, чтобы мы могли представить себя достойными делателями, которые серьезно ведут работу Божью, которые преподают и учат правильную доктрину Слова Божьей. Сегодня много раз говорят, но только уверуй, все нормально, все аллилуйя и вперед. Но не такая жизнь христианина. Мы уже слышали, что апостолы готовы были отдать жизнь свою за то, что они уверовали в Иисуса Христа. Я недавно в церкви говорил, был заинтересован, прочитал некоторые статистики, что за двух столетий при цезарях 5 миллионов наших братьев, христиан, уничтожено было. Одних распинали, других сжигали, других просто убивали, третьих на аренах съедали львы, и Бог удостоил нас с женой. Мы стояли в Ефесе, это город большой культуры, но громадный афинтеатр. И мы на середине стояли, ходили, обсматривали эти туннели, которые говорят отсюда, гладиаторы выходили отсюда, львы и злые тигры и другие хищные животные выходили, когда выпускали христиан на эту сцену и смотрели на это, как на спорт, как живьем съедали людей, и кровь лилась. И я благоговейно ходил по этой земле, где лилась кровь святых многих. Это что нас может ожидать, братья и сестры? Как мы тогда будем веровать? Как мы будем, аллилуйя, говорить пред Господом, когда трудность? Я знаю, многие из вас прошли гонения, и как вы думаете, с того времени и по сегодняшний день, вы думаете, уже нету страданий на земле? В шесть раз больше погибло христиан. Посчитайте, если пять миллионов, добавьте шесть раз. 440 с лишним человек каждый день умирают за то, что они веруют в Иисуса Христа. И до пришествия Иисуса Христа написано, что как Христос пострадал, так и мы вооружиться должны той же мыслью. Поэтому пусть Господь укрепит вас, служить Господу, страдать, быть верными, стоять твердо в вере, чтобы всегда быть в благословении Божьем. Благословение Божье – это значит полное общение с Господом. И мы будем сейчас молиться, мы хочем благословлять вас. Я хочу читать один стих. Я буду просить служителей прийти и стать здесь перед церковью. Мы будем совершать специальную молитву, чтобы Бог благословил. Я рад за то, что Петр Владимирович пригласил нас с хором и также с его супругой Татьяной Андреевной. Я считаю, она правая рука у его и должна быть по правицу всегда. Мы знаем, что наши жены всегда с нами. Без них мы много что не смогли бы сделать. Они всегда помогают, молятся, сочувствуют и поддерживают. Пусть Бог благословит. Пусть жены придут, если они есть, если нет. Пусть братья станут перед церковью, чтобы мы могли благословить, молясь о их Господу. Чтобы Бог благословил все отрасли труда, работы, которые совершаются в этой церкви. И все намерения и желания, чтобы Бог исполнил свое время. Муж Божий молился такою молитвою. Я читаю это записано. Вторая, то есть первая книга Паралипоминон. Четвертая глава. И с 10 стиха я буду читать. Этот человек был знаменитый, но ему что-то не хватало. Он чувствовал. И он говорит такие слова. И возвал я в иск к Богу Израилеву и сказал, О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была бы со мною, охраняла меня от зла, чтобы я не горевал. И Бог исполнил ему, чего он просил. Слава Богу! Я думаю, братья желают, суетеля Божьего благословения, Божьего помазания, чтобы совершать труд Божий успешно. Мы рады всегда поддерживать. Мы были, когда начиналась эта церковь, мы поддерживали, мы стоим вместе. И как приятно, когда мы поддерживаем друг друга, чувствовать, что наши братья с нами любят нас, молятся за нас. Тогда легко нести труд Божий. Бог дает силы, Бог дает успех, и Бог благословляет. Когда мы едины, как уже было упомянуто сестра Ижукатанской, дабы все были едины. Это первосвященская молитва Иисуса Христа. Уходя с этой земли, Он знал, как важно это. Потому что мы имеем врага общего, врага души человеческого, сатану, который хочет украсть, убить, погубить, разломать, разрушить. Все, что в завете Божьем, Он стоит против. А мы будем противиться Ему твердой верой. Аминь, братья и сестры. И Он убежит от нас. Почему? Потому что Он побежден. Иисус победил Его раз и навсегда. Не будем страшиться с нами, Тот, Который победил сатану. И поэтому мы смело будем совершать труд Божий. Смело будем идти вперед. Смело смотреть даже опасности и угрожающие опасности в глаза. И любить Иисуса Христа. И если даже нужно положить жизнь за Его, мы будем иметь лучшее воскресенье и большую награду. Встанем, дорогая церковь. Мы будем молиться и благоставлять наших братьев, которые несут труд в этой церкви, чтобы Бог вел их своим путем, давал им мудрость, ведение и руководство. А вы должны поддерживать молитвенно, морально и физически, если надо, поддерживать ваших служителей. Молимся вместе. Отец Небесный, мы так благодарны Тебе, что мы можем радоваться вместе с нашими братьями и сестрами, которые сегодня в этом уютном месте, которое Ты дал им. Ты благословил их, Господь, этим благословением земным, которое приносит тоже утешение, где они могут проводить время спокойно у ног Твоих, Господь, в различных служениях пред Тобою. О, Господь, я молю, благослови это служение. Благослови, Господь, церковь эту, церковь пробуждения. Брата Петр Владимирович, его супругу Татьяну Андреевну, Господь, и всех братьев, которые, и сестер, которые стоят вместе с ними в этом труде. Пусть Твое благословение почаёт на них Твоя мудрость, ведение и руководство. Господь, мы молим, чтобы Ты распространил предел этой церкви, чтобы она росла и умножалась, Господь, и чтобы в этой церкви, заходящей Господь, через порог переступая, чувствовали Твою благодать, Твое общение, Господь, где Ты спасал бы еще многих, многих неспасенных, которые придут пред Тобою. Благослови, Господь, во имя Иисуса Христа, и мы благословляем именем Твоим, народ Твой, церковь Твою, служителей, все отрасли труда, работы, Господь, производящие в этом месте. Да будет Тебе вся слава, и все это для Твоей славы. Да будет во имя Иисуса Христа, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Благодарю вас. Слава Господу, братья и сестры. Мы очень рады, что вы посетили сегодня нашу церковь, и действительно, как может быть праздник в церкви без гостей. Спасибо, гости, спасибо всем, и Харистам спасибо. Пусть Господь обильно благословит вас. Мы рады, когда... Ну, день рождения, он должен всегда сопровождаться гостями и пожеланиями. И так, это нормально. Наша церковь в пробуждении имеет юбилей, три года, как знаете, да. Ну, я хотел бы немножко сделать уточнение, что у нас не просто называется церковь пробуждения, а христианский центр пробуждения. Почему я делаю акцент на это? Потому что, ну, я хочу этим самым пригласить, приглашать людей в эту церковь, чтобы люди получали пробуждение. В нашей церкви все получают пробуждение, кто приходит. К вашему свете так есть. Если, ну, и касается Дух Святой, слово касается, не пробуждается. Ну, если не касается, значит, значит, громкая музыка, громкое просвещение тоже пробуждается. Люди пробуждаются. Слава Господу! Конечно, Господь благословил нашу церковь, и она развивается и развелась. Уже состоялась как церковь. Это благословение от Господа. Именно она состоялась только потому, что мы берем программы, которые являются не по нашим силам. Сверх сил. Этим самым даем возможность Господу совершать чудеса в этой церкви. И Господь совершает в этом здании, которое мы имеем, за три года это просто, ну, многие просто не верят в это. Это Господь дал. Мы не смогли бы, если бы Господь не явил свое чудо, мы бы никогда не имели его. Но Господь дает. И я сегодня многим даю такой совет. Не делайте все, что только могут ваши силы. Потому что если вы делаете то, что только силы ваши могут, там Богу просто нет возможности, где проявить свое чудо. Берите повыше свои программы, повыше планы, и Господь явит свою славу. Аллилуйя! Слава Господу! А сейчас мы будем иметь еще одно служение, очень важное. Это служение пожертвования. Пожертвования. То есть будем жертвовать на дело Божие, на церковь. Будем жертвовать Господу. Не просто так. Для церкви, да, нам нужны деньги, конечно, но они нужны Господу. Я знаю, дорогие братья и сестры, если даже люди перестанут жертвовать, то Господь благословит эту церковь. Она придет с другой стороны. К сведению говорю еще многим гостям, что мы стараемся, и уже почти нам удалось это сделать, исключить однодолларую копиру исхождения церкви. Обращение. Ну, если Макдональдс исключил ее, так что в церкви она должна быть? Нет. Ну, а поскольку у нас сегодня праздник, юбилей, и такое, ну, торжественное собрание, то я считаю, что, ну, надо утроить. Утроить. Три раза. Три года. Три раза. То есть, ну, если кто-то по пять давал, ну, доллар уже не считается вообще. По пять, значит, пятнадцать, десять, значит, тридцать, и так дальше. Ну, посчитать мы можем все. Ну, пожалуйста, пожертвуйте. Пусть Господь... Я для этого хочу, чтобы Бог вас благословил. Чтобы Бог обильно послал вам. Слава Господу. Я даже здесь вижу... Мы сейчас будем молиться, но я вижу представителей церкви Госпел Чорч, которые сегодня просто, ну, не было официально здесь представлено, потому что пастор только что приехал, Славик Кравчук только приехал, и он тоже еще в своей церкви не был. Здесь представители... Давайте поприветствуем церковь Госпел Чорч, брат Владимир, сестра Галина. И вручите, пожалуйста, им сертификат, который должны вручить. Спасибо вам. Они тоже... Во время, когда мы покупали, они сделали очень большую помощь, чтобы мы покупали и обрели вот это здание. Пусть Господь обильно их благословит. Их Господь уже благословляет. Вот я свидетельствую. Это явное чудо от Господа. Они благословили нас, и Господь их тем же самим благословляет, дает тоже им приобрести церковь, возможно, уже почти все готово, осталось только оформить документы. И церковь намного больше. Пусть Господь благословит. Ну, не забыли, что мы будем жертвовать, да? Давайте мы встанем для молитвы и принесем Господу то, что мы сегодня должны отдать Господу. Братья Ашери, пройди сюда. Сегодня у вас ответственное служение. Вы тоже, как вы благословите народ, так Господь благословит эту церковь. От вас зависит тоже многое. Благословите народ, благословим церковь, благословите гостей. Да прославится имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Господь, я благодарю Тебя и славлю, что на этом месте, Господи, мы уже можем совершать это праздничное служение. Ты дал возможность нам, Господи, сегодня, в этом новом молитвенном доме, в этом хорошем храме, который построен был буквально недавно. Он 10 лет всего существует, это здание, Господь. И Ты дал его для нашей церкви. Слава Тебе, Господь, за этот подарок. Слава Тебе за этих гостей. Слава Тебе за эту церковь. За все слава Тебе. И я, Господи, именем Твоим благословляю все это собрание. Благословляю всех гостей. Благословляю всех пастырей. Благословляю всех служителей именем Господа Иисуса Христа, а также, Господь, я благословляю всех, кто сегодня будет жертвовать на эту церковь для Тебя. Прославься за все, Отец и Дух Святой. Аминь. Благодарим за микрофон. Мы сейчас желаем спеть и пожелать еще всей церкви и всем верующим, братьям и сестрам свой взор держать на Иисусе Христе. Мне очень приятно сегодня, что мы слышали центр всего пробуждения, служения. И центр этой церкви – это Господь Иисус Христос. Посмотрим на Голгофу еще раз. Автор приглашает нас такими замечательными словами. «И когда я поднимаю взор на крест, где Божий Сын страдал, я сознаю греха позор, стыжусь того, что почитал. Горя любовью, Ты, Христос, за нас страдал и пролил кровь. Среди вражды, среди угроз, как велика Твоя любовь». Посмотрим на крест и увидим великую Божью любовь. Иисус Христос. Иисус Христос. «Отче, прости им, ибо не знаю, что делать». ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok И никакой праздник не является праздником без Иисуса Христа в этой церкви. Для меня лично, я думаю, для каждого из вас, уважаемые. Да или нет? Или заслушались, или заснули уже. Короткое слово перед молитвой. А что коротко, то гениально. Я не настолько гениален. Как всегда, знаете, готовится человек много, а получится у него мало времени. Но одна мысль, просто пусть это будет короткая мысль. Для этого праздника нашего. И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефеиме. Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей. И пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Арон и Ор зашли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал амалик. Но руки Моисеева отяжелели. И тогда взяли камень и подложили под него. И он сел на нем, а Арон и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус амалико и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, напиши себе для памяти книгу. И внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник и нарек имя Ему и Егова неси, что значит Господь знамя мое. И пусть сегодня каждый, кто празднует вместе с нами, скажет Иисусу, Господь и Егова неси. Господь знамя мое. Пусть никто не подумает, что его роль самая выдающаяся. Я внимательно читал, а вы внимательно слушали. Кто не зложил, написано здесь в этой книге, кто зложил амаликитян? Да, вы внимательно слушали. Иисус Навин. Не Моисей и не Господь, а Иисус Навин. Интересно, правда? Тринадцатый стих. И не зложил Иисус амалико, и народ его острием меча. Итак, несколько странная картина представляется моим взором. Это действительно Господь дал мне вот это место из Писания. Я его, если бы я особо готовил для этого служения, может быть, какую-то другие темы брал. Но интересная картина представляется себе. Амалик – это сын Елефаза, внук Исава. И встретили между Мертвым морем и между горной страной Сеира. И Сеира, там слышен голос. Вот на узком пространстве, между горой и Мертвым морем, встретили израильтян кто? Амаликитяне. Вроде и родственники, вроде и близкие. Но порой столько зла, сколько сделают близкие, не сделают никакой дальней. Это я уже обратил внимание. Они очень метко стреляют близкие. С близкого расстояния. Ну, так случилось. Что вроде бы, амаликитяне должны были, ну, встретить. Сказать, ну, проходите, пройдите мимо. Нет. Что они сотворили? Они прежде всего те, кто отстал. Устал и отстал. Они всех уничтожили. Отставшие и уставшие. Слышите? Амаликитяне гонятся. Ободритесь и проснитесь. Брат Павел приглашал, придите в церковь пробуждения, чтобы пробудиться. Ты что, спящий сюда зовешь, что ли? Чтобы они пробудились. Они как найдут, как закрапят, то и конец всему пробуждению. Кого Бог призовет, он придет и будет служить Богу. Итак, помните, мысль одна. Амаликитяне рядом. Правда, недолго. Придет время. Может быть, кто-то не знает, что через 400 лет после тех событий Саул, он очень сильно поразил амаликитян. Очень сильно. Кстати, мы говорим «амалика», а в принципе оно звучит «амалек» или «амалек». В принципе. Ну, по-нашему «амалик». И мы привыкли, что «амалик», а он практически «амалек». В Одессе так бывает. Итак, послушайте меня очень внимательно, мои уважаемые, что амалик есть, амалику придет конец. Он пришел конец через 400 лет. И, впрочем, даже не через 400 лет, когда Саул поразил колено Симеонова. В свое время, пришло время, и оно закончило то, что начал делать Саул. Но закончилось это событие с амаликом, может быть, кто-то и не знает. Я просто скажу, что последний представитель амалека, это в книге Исфирь, Аман, он оказывается, последний представитель амалика, который погиб, сражаясь с Израилем. И все, кто будет сражаться с Израилем, все что? Кто там, кто повиснет, кто кого острием меча, но конец их уже, собственно, приготовлен. Но я концентрирую свое и ваше внимание. Битва удивительна. Как много, знаете, сейчас, некоторые люди, которые давно верующие, особенно с детства верующие, они выбирают себе позицию. И так бы посмотрел, ну куда бы я стал, что-то старик сидит на камне, иди сюда, тебе на камне сидеть даже уже не может, руки не поднимает. Кстати, тут тоже много стариков есть, духовных, кто руки не поднимает. Не поднимаются руки, и все. Не может молиться, подняв руки. Что-то нависло, гнев, сомнение, а бывает высокое самомнение. Я не подниму руки. Вы поднимайте руки, пока не поднимается, пока есть Господь живой, пока есть смысл в этом. Придет время, поднимут руки, и будут говорить, горы, горы, горам поднимут руки, а горы не упадут на них. И холмы не сдвинутся со своих мест. Абсолютно верно я вам говорю. И так, кто-то должен сидеть на камне. Удивительная картина. Может быть, прагматик или пессимист скажет, что тот старик там делает, на камне сидит. Я бы лучше сидел. Когда-то группа «Эммануил», здесь представители учили, как нужно ноги ставить в Москве, олимпийский спорткомплекс, он знает его. Он вмещает 32 тысячи сидячих мест. Но было ползала, это было служение Йонгичо и Сырула, ползала мы арендовали. И учили группу, как стоять, один такой интересный молодой человек. Знаете, не от позы там положение зависит. Позу мы можем и сидеть красиво, и руки поднимать красиво. Но смысл тех, кто сидят на этом камне, что когда поднимал руки Моисей, то что случалось? Одолевал Израиль. А когда Моисей опускал руки, что случалось? Амалик одолевал. Уважаемые те, которые поднимают руки, если Амалик одолевает с вашими поднятыми руками, то что-то не в порядке в нашей жизни. Когда поднимает руки церковь, пастырь поднимает руки, каждый благословенный христианин дома, в своем доме поднимает руки, то Израиль, то Бог будет одолевать. Одолевать. Амалик не должен одолевать. Если Амалик одолевает ваш костюм, ваша форма, лицо и выражение, и руки ничего не помогут. Есть духовный мир. В этом духовном мире все взаимосвязано. Господи, ты что, не мог сам без этого Моисея, без его камня, без его рук, без Ора и Орона это сделать? Вот не мог. Бог дал право церкви. И он сказал, что дары, они непреложны. Вы можете об этом знать, что дары и призвания, они непреложны. Ничего нельзя добавлять там. Накладывать, добавлять. Дары и призвания, это непреложно. Это от Бога всемогущего. Апостол Павел в этом пишет. И так Бог поставляет церкви людей. И он дает им определенное задание. Кто-то скажет, кому-то почетно, что-то он сидел мечом. Вот эти одолевали. Они совершали победу. Те, которые меченосцы, а те подумают копьеносцы. А те подумают Ашер здесь. А те подумают группа прословения. А кто-то подумает хор. И когда поднимал руки Моисей, одолевал Израиль. А когда опускались руки у Моисея. Как много есть людей, которые бьют по этим рукам. А как мало, там два человека, но это было вполне достаточно. Они поддерживали руки Моисея. До захода солнца. Попробуйте, когда вам больше 80 лет, простоят целый день до захождения солнца с поднятыми руками. Вы когда-нибудь пытались вот две минуты держать поднятые руки, три минуты славить Бога? Мы порой обледнились и это делать. Мы даже не понимаем, что в духовном мире нечто происходит. Я поднимаю руки и я признаю, что всемогущий Бог имеет решающее значение в моем служении, в моей жизни, в этом служении, в этой молитве. Имеет значение Бог, решающее значение. А я помолился. Да не молитва это сделала. Хотя молитва участвовала. Делает все равно Бог. Совершает Бог. Бог есть победитель на этом месте, в твоей личной жизни, в твоей семье, в твоем доме, в церкви. Здесь вечный Господь Бог, который сотворил все концы земли. Видимо и невидимо, разум его не следим. Он здесь, есть альфа и омега, начало и конец. Слава ему вовеки. И никто не может поменяться. Моисей мог пойти сказать, я сейчас помогу им. В войне когда-то Ворошилов бегал на Ленинградском фронте, брал винтовку, сильный ворошиловский стрелок. И его сняли, потому что он завалил всю операцию. И сегодня, если Моисей думает махать мечами, ваше дело поднимать руки. Ваше дело там, встать на холме. И помните, что от того, как вы честно исполните свое служение, зависит исход битвы. Каждый на своем месте. Каждый в своей славе. И звезда от звезды отличается славой. Или в славе. Так и мы. Мы отличаемся. Мы разные люди. Но вместе мы составляем тело Христова. Это церковь Иисуса Христа. И не нужно занимать чужую позицию. Не нужно занимать чужое место. Не нужно картинно, красочно, сильно поднимать руки или махать мечами. Делай то, что Бог тебе поручил. Делай скромно. Делай честно. Делай надежно. Правильно делай. И Господь благословит нас. Я воодушевляю каждого члена церкви. Каждого присутствующего здесь. Чтобы служили друг другу. Каждый тем даром, какой получил. Как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. 1 Петра 4.10. Блажен раб тот, которого Господин его придя найдет поступающий так. Блаженны те служители, которые сегодня во время ладыкийского периода отступления. Время, когда служение Богу становится порой забавой. Большой либеральной церковной политики. Большой политики уже. Те, которые честно выполняют свое служение пред Господом. Раздаватель – раздавай. Тот, что молится – молись. Тот, что поет – пой. Ты пастырь – будь честным пастырем. И не уклоняйся под чужой игр с неверными. Будь верным своему Господу. И блажен раб тот, которого Господин его придя найдет поступающим так, как нужно. А он очень скоро придет. Очень скоро придет. И мы ему дадим отчет. Вы это знаете, нет? Мы не забыли, нет, уважаемый? Он очень скоро придет. И блаженны те, которые поднимут рук сястью. Вот наш Бог, на которого мы уповали. Вот руки подниматься будут. Вот он мой Бог, наш Бог. На него мы уповали. И возрадуемся в тот день. И возвеселимся. Слава ему вовеки. Аминь. Я прошу вас пристать для молитвы. Служение наше приходит к концу. Мы будем молиться Богу. Молитесь Богу. Праздник праздников. Знаете, я больше всего не люблю быть на празднике. Признаюсь вам откровенно. Потому что на праздники, знаете, пришли в Иерусалим и потеряли Иисуса родители. Вот на праздники иногда мы теряем именинников. Мы никогда не видели, что на Рождество настолько празднуют, что забывают об Иисусе Христе. А совмирские люди понапеваются и забивают вообще все на свете. Праздники. Праздники мы порой выхолощиваем, ну, само доброе, такое теплое отношение к своему Господу. Я хочу, чтобы сегодня на нашем небольшом празднике не был потерян Иисус Христос. Чтобы он был обретен. Возможно, это первый раз в церкви. Возможно, и не молился, или давно уже не молился. Помолись Богу искренне. Он сегодня здесь присутствует. Он добрый тебе сегодня. Он милостивый Бог. Он не судья, нет, ни в коем случае. Он не пришел тебя судить, он пришел спасать. Я сегодня провозглашаю имя Спасителя. Его сегодня имя Иегова неси. Господь знамя наше. Пусть это знамя поднимется в молитве каждого человека. В домах, в семьях, в личной жизни, в церквах. Пусть Господь благословит вас. Давайте помолимся прежде всего о себе. Попросим благословения для себя лично. Для церкви, для рядом стоящего человека. Молимся. Отец мой Небесный, чудесная и славная возможность присутствовать в Доме Твоем. Господь, мне приятно приветствовать Тебя здесь. О, я рад, что Ты здесь, Господь. А без Тебя все это не нужно нам совершенно, суета. Но с Тобой, Господь, все приобретает другой оттенок, значение, смысл. Я благодарю Тебя. Этот день сотворил Ты, Господь. Мы старались. Мы готовили это помещение. Мы готовили себя, свои семьи, дома, свою одежду, лично каждый из себя. Мы готовили программу, мы думали. Господь, и все это мы делали во славу Твою. Чтобы Ты порадовался. Что церковь не забывает Тебя. Что церковь умножается, и пределы царства Твоего, они расширяются здесь, на земле. Помоги, Господи, нам быть верными Твоими рабами и слугами. Помоги, Господи. Среди многих суеты, многих тревожных и выдающихся слухов, Господи, не потерять нам смысл своей жизни и служения на земле. Я благословляю каждого присутствующего. Я благословляю наших уважаемых гостей. Господь, благослови их. Они порадовали нас. Они говорили нам добрые, они молились о нас. Они жертвовали финансы, чтобы дом Твой имел устройство, порядок и успех. Благослови, Господи, и этот дом. Пошли ограду, охрану ему. Господь, чтобы ничто нечистое не прикасалось даже к порогу этого дома во имя Иисуса Христа. Ничего нечистое не имело здесь никакой власти и никакого значения. А святость Твоя, имя Твое, закон Твой, пусть будет, Господи, превыше всего здесь, на этом месте и в каждом сердце. Я прошу, благослови и в дальнейшем, Господь. Благослови, чтобы была предложена пища, хлеб насущный, с благоговением и в пользу народу Твоему. Благослови дальнейшее наше общение. Это молитва и просьба наша во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присядьте перед молитвой благодать. Буквально считанные секунды. Считанные. Считанные секунды. Ну, сестры, они же всегда что-то выдумают. Ну вот они выдумали. Давайте свою выдумку. Ну, каждый имеет право что-то выдумывать. Ну, вот они выдумывают. Они торт выдумали нам. И там, по-моему, три свечки мне сказали. А после спеть, ну, как на день рождения. Happy birthday. Тут пастор говорил. Ну, так идея. Вот, пожалуйста. А что же они не горят? А, церковь пробуждения. Давайте. Пробуждайтесь. Уснули все. Масла нету. Появилось. Пожалуйста, брата Алис. Ну, покомандуйте. Пожалуйста, ваш хор. Привстанем и споем happy birthday, да? Задувать не буду. Оно должно гореть. Ну, что я задувать его? Есть кто-то задувает. Зажигать мало. Задувает. Хорошо. Задувает, как просто задувает. Спасибо. Большое спасибо. Наша церковь приготовила для вас доброе и вкусное для каждого. И порядок такой. Прежде всего, придут наши гости. Хохористы. Хор из Сан-Франциско. Все служители. Все почетные наши гости. Первые пойдут. Такой порядок. Я самый последний, я сразу оговариваюсь. Самый последний. Дети пойдут с родителями. Дети сами, пусть даже не подходят. Закончилась для них свобода. Иго родительское. Да, сейчас в заключении. Хор, а потом молитва благодать. Для детей. Во дворе пицца будет. Самое любимое ваше блюдо. Так что можете прямо во двор туда идти. Там вас ожидает пицца. Ну, еще не сейчас. Не сейчас, да. Нас поздравляет церковь из Беларуси, из Минска. Церковь Добрая Весть. С днем рождения желает великих божьих благословений. Пастор Чайковский. Одесская Центральная Церковь поздравляет. Епископ Паночка Михаил Степанович и Киевская Центральная Канцелярия Христиан Веры Ивановской. Поздравляет. Прислали нам свои поздравления. Перед молитвой благодать. Пожалуйста, хор. И самый лучший реггет в мире. Михаил Муха. В следующий раз я приеду. Приедешь, приедешь. Нас немножко подводит педаль. Педаль подводит. Всегда кого-то что-то подводит. Сделайте громче музыку на мониторах, чтобы мы не съезжали. А то пианино подводит. Петр Владимирович знает. Знает. Синтезатор может подвести. Пожалуйста, присядьте, братья и сестры. Мы будем рады послужить вам. И только что прозвучало прекрасное слово. Кто был причиной победы? Это Господь. И мы хотим напомнить через псалом, который сейчас поем, чтобы мы никогда не забывали, что вечный Бог, сотворивший концы земли, не утомляется. Разум его неисследим. И он дарует изнемогшему крепость. Да поможет нам Господь помнить это. Разве ты не знаешь, Разве ты не слышал, Разум его неисследим. Разум его неисследим. И он дарует изнемогшему крепость. Разум его неисследим. Он дарует изнемогшему крепость. Синтезатор может подвести. Их вовремя выбрать. И молодые люди поддают. А у Булгай, чьи его Господа, А в Мерлах, в силе Твоей, А не внуки, а ванкарлы. Почем, пой и не устав. Пойду и не устав. Пойду и не уставку. Пойду и не уставку. Пойдут и не устанут. Он Бог вечный, Разве ты не слышишь? Вся свет не зажит. Он Бог вечный, Он Бог вечный, Разве ты не слышишь? Вся свет не зажит. Разве ты не слышишь? Разве ты не знаешь? Разве ты не слышишь? Он Бог вечный, Он вечный, Сотворившийся. Он Бог вечный, Он вечный, Сотворившийся. Высоту небес двоих посвятил, Миллиард и звезд сотворил нам все, Там он вечный Бог сотворивший все. Разве ты не знаешь, Разве ты не слышал, Разве ты не слышал, Что он вечный Бог? Оклоними глазам на небо, На высоту небес двоих посмотри, Витоке мрэда сотворена, Непостижимой в силе ей любви. Он дает в жаленом усилие, Разве ты не слышал, И если в жаленом усилие, Он дает в жаленом усилие, Разве ты не знаешь, Разве ты не слышал, Разве ты не слышал, Он бог вечный, Разве ты не слышал, Разве ты не слышишь? Разве ты не слышишь? Разве ты не слышишь? Разве ты не знаешь? Разве ты не слышишь, что он вечный Бог? Слышал, что Он вечный Бог. Слышал, что Он вечный Бог. Вечеря любви всех приглашаем. Гости первые, потом члены церкви и я последний.